Продолжение следует... В этот день христиане чтут память святого Фомы, одного из двенадцати апостолов. Был родом из галилейского города Пансада, первый век. Отстал от ночи день, запнулся валенком за пень, говорят в народе. И давая характеристику очередному октябрьскому дню, можно отметить. Стало раньше смеркаться, позже светать. Солнце выше печных труб не поднимается, а кучевые облака и вовсе исчезли. А по земле октябрь белый снег с великой грязью венчает. Позимье идет. Но ни одной только погодой жизнь на земле определяется. Хоть и считается этот месяц на Руси месяцем ненастья, был он одним из самых сытных в году. С его приходом заканчивались все основные работы в поле. Собирался урожай. Корм для скотины был уже заготовлен. Отсюда и пошли присказки. Фома – большая сума. Фома – большие корма. Или хлебник ломит за крома, все бери задарма. 19 октября полагалось заполнять сусеки уже очищенным зерном. Сусеком в деревнях называли отгороженное специально для хранения урожая место в амбаре. Зерном занимался хозяин дома со своим старшим, еще не женатым сыном. Отец выделял ему часть за крома, откуда взрослый сын мог самостоятельно брать зерно. Перед работой необходимо было обратиться с молитвой к апостолу Фоме. Считалось, что он поможет сохранить зерно и правильно его распределить на всю долгую зиму. В некоторых областях Руси говорили «На Фому тащи все в крому». Предки нашей кромой называли большую сумку или место в амбаре для хранения зерна или других продуктов. От корня кром произошли, кстати, такие слова, как «укромный», «скромный» и другие. Про нерадивого хозяина говорили «Велика крома, да пес ли в ней». К Фомину дню подводили итоги года. Определяли величину запасов, рассчитывали, как расходовать их в течение зимы. Если амбары и погреба были полны, говорили «Рад Фома, что велика крома». Да не только народ радовался полным сусекам, но и зверье по лесам тоже жировало, благодушно поглядывая по сторонам и не находя причины для беспокойства, когда все дупла, норы, гнезда под завязку съестным заполнены. 19 октября хозяйки впервые обучали дочерей, которым исполнилось 7 лет, ткацкому мастерству. Мать подводила дочку к станку, усаживала рядом с собой, и та старательно перенимала навыки ткачества. А знахари исцеляли болящих. В народе же говаривали «На Фому хлебная горбушка тому, кто здоровьем слаб, и когда пекли хлеб, то краюху от первого испеченного посыпали солью и давали заболевшему». Считалось, что человек, отведав такого хлеба, быстро поправляется. В этот день примечали, если день выдавался безветренным, это предвещало скорейшее похолодание. Земля снежком покроется, зима встанет на ноги 22 ноября. Выпадет снег, а деревья еще не сбросили листву, скоро он растает. И продолжали. Первая Пороша еще не ссанный путь. Братья-месяцы Редактор субтитров А.Семкин